сцена 3 дубль 2 свечки они делались из свиного жира они стоили блять дорого и художники того времени они просто не могли себе это позволить в общем у меня были какие-то вообще очень мрачные такие злобные мохнатые черные дюли вот принципе все разобрали проект как тебе игорян это охуенно ребята мы решили записать короче одним пулом три разных видоса и поэтому сейчас у нас будет видос про триптих в основном то есть это но не work in progress но этому мы будем обсуждать они разбирать попробовали как вторая часть подкаста я думаю да ну так тебе нужно запустить обрезку и я квик тайм запускаю но посмотрим насколько хватит меня жесткого диска запись пошла так и теперь мы залезаем значит провязь потом да как ну чтоб я позже меня к тебе я могу сделать вот так никита проверь по камерам чтобы все влезали были начнем с я думаю с просмотра триптиха да сейчас закину снова были на открывалку фига у тебя ну я каждый шот по отдельности и в целом про каждый шот можно что-то рассказать технической точки зрения тоже показать обалдеть ты понимаешь что это можно просто продавать этот контент да но это уникальная тема давай давай я оценим твой шаурил а а а а а а а Продолжение следует... 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 Это, короче, партикуляр. Серьезно? Ну да. Чего изобретать? Это на посте сделал? Ну да. Блин, а как? Ну вот берешь, короче, текстурку галактики, раскопируешь ее в партикуляре и раскидываешь. Это просто импортируешь камеру из синемы в After Effects, у тебя есть уже движение камеры какое-то определенное и просто раскидываешь галактики так, как тебе нравится. Кайф. Вот. Мне очень нравится общая стилистика с этими штуками. Я даже не знаю, как это назвать. Вот этой грамматической операции, где очень много. Это же каустика. Это вот здесь, да, каустика. А в начале, вот эта сцена из звонка, черная дыра, это, по сути, я попытался гравитационные аномалии, возникающие вокруг черной дыры, как вот одно из самых таких тяжелых вещей вообще во Вселенной, по гравитации визуализировать через хроматическую аберрацию. И вот такая штука получилась. Но в самый последний момент я, короче, посмотрел, вот это все было без этих, без астероидов. Я думаю, блин, надо вот последнюю какую-то детальку добавить, и тогда что будет работать. Сначала, вот когда я выложил первый акт, там, в ноябре или в октябре, это было, короче, без астероидов. И вот только спустя некоторое время какое-то, когда я отдохнул от проекта, уже смотрю и думаю, блин, вот здесь, короче, нужно вот добавить эту штуку. И буквально там за полдня это все делал. Накидал, нарендерил, вкомпозил и все. И заработало так, как я, ну, как мне кажется, правильно. Вот. И говоря о концепции, в общем, есть такая тема в квантовой физике. Конечно, я сейчас заработаю тонну фейспалмов. Квандрофизики, блядь. Ну, там черт ногу сломит, конечно, но есть такая тема, как CPT-симметрия. Если не вдаваться сильно в подробности, то есть концепция, короче, что время движется в обе стороны. От большого взрыва. Потому что вот есть, сейчас давай, чтобы голословным не быть, я уже начну показывать, что я по шотам раскидал. Криптифри вилс, блек. Блек дрэгон, правильно. Да. Блэк дрэгон? Вот. Значит, концепция, концепция того, что вселенная движется в две стороны. Течение времени идет в две стороны от точки большого взрыва. Что вот наша вселенная, она развивается, как-то идет. А есть еще антивселенная, в которой типа отрицательно заряженные частицы, типа антиматерия. И еще несколько разных факторов. Это как злой брат-близнец. Типа того, да. Антибрат. Конкретно вот в финальном кадре, когда появляется вот этот триптию, открывается, на самом деле, это типа зеркало, в котором зритель себя видит. Но только отрицательно заряженного. Я делал звук полностью сам. Но я брал какие-то банки звуков, что-то из бесплатных шумов, которые находил в интернете, типа вот freesound.org. Есть такой портал, на котором можно накидать звучков и просто их расположить в правильной последовательности на каком-нибудь секвенсоре. Правильно их обработать, там динамическая, частотная обработка, пространственная обработка. Сделать так, чтобы вот эти звуки, которые там просто вот как наработки, как пластилин, ты его месишь так, как тебе нужно. И по сути с мошен-дизайном то же самое. У тебя есть какие-то определенные инструменты в виде синемы, в виде текстур, в виде рендеров, и ты из них собираешь мозаику. Вот. Такая штука вот, короче, работает. Я вас заебал. Не-не-не, очень интересно вездец. Нет, дело даже не в том, что интересно. Я просто, ты такой думаешь, сколько, блядь, сил, ну, типа, ты положил, чтобы это... Сколько ты сил положил и времени на это, кстати? Чуть больше года. Чуть больше года работы. Ты же сначала рендесси какие-то делал, правильно я понимаю? Да. У меня на каждый шот, на самом деле, есть небольшие, как это... Вы специально сюда пиццу поставили, чтобы мы, блядь... Чтобы пахло, да? Даже полчаса пошло, да, в двадцать девять. В смысле, полчаса мы просто смотрели видос или что? А, везде ли пора. Сейчас, давай, подожди, давай, погнали. Так, ну, короче, наверное... Тоже, а вот по поводу типографии, типа, ты выбрал этот шрифт? Я выбрал этот шрифт. На самом деле, у меня была целая, целая эпопея с выбором шрифтовых композиций. У меня были разные варианты, но было четкое понимание, что это должна быть либо какой-то романский шрифт, либо средневековая антиква. Так, чтобы это работало вот именно так, как мне нужно. И вот в какой-то момент, когда я в ресерче, ну, вот, делал какие-то разные вариации, я нашел вот такой вот шрифт. Не помню, как он называется. Он бесплатный, но у него есть дополнительные какие-то вот дизайнерские элементы, которые делают его уникальным. И это прикольно. Он на основе Троян Про. А Троян это вообще уходит вообще вот 113 год нашей эры, блядь. Да, Троян уже там что-то выбивали, надпись какие-то. Да, да, это римские шрифты, которые вот засечки там все вот эти делали, все вот выбивали там на мраморных досках каких-то. И у этого тоже есть своя история. Это круто. Я такой твой фанат уже, бизец. Нет, типа, просто вот, это так мне нравится, такой подход. Обдуманный, да? Типа. Не такой, типа, я накину шрифт какой-то, блядь. Я, ну, типа, у меня нет никаких таких работ. Но тогда я себе в голове представляю, то есть у меня вот была одна идея крупная, так скажем. У меня, типа, ручки кривоватенькие, чтобы это реализовать так, как я это вижу. Ну, тоже там, типа, начинаешь по папочкам все вот тут осмотреть, там, типа, то есть ты не только берешь чисто визуал, ты берешь вот концептуальные, ну, подходы, короче, к этому всему. То, что ты это сделал, блядь. Круто, что очень все структурировано, потому что я даже вот это сейчас делаю работу на коллабу. У меня там такой сарач просто невыносимый, блядь. Ну, если это все что-то... Честно признаться, я это все делаю, структурировал просто пару дней. Вот у меня тоже огромнейший просто проект. Там вот сотни гигабайт разных LND-шек, разных вещей, которые не совсем получились. Я это ничего не удалял. У меня где-то уже гигабайт 800, наверное. Вот эти все вариации. Я просто это как-то структурировал так, чтобы можно было об этом рассказать, чтобы не копаться в эти все и не искать. Блин, ты реально дизайнерский подвиг, короче. Или ты себя теперь как называешь художник? Ну, блядь, не знаю. Digital artist. Я попробовал мыслить... Вот с такими у тебя как написано? Digital artist, наверное. Ну, наверное, да. Ну, я просто попробовал изменить отношения к своей работе. Да, да, я понимаю. Просто полюбить то, чем ты занимаешься большую часть своей жизни. Заново. Блин, еще круто, что тебя хватило на год. Меня едва хватило на год. Это был очень славный проект. Да, такой, типа, ну, простите, челлендж. Типа, ну, просто ты сам себя заставляешь... Какая сила воли, я к тому же знаю. Ты сам себя заставляешь в течение года что-то делать, типа, чтобы, ну, чего-то прицепить. Ну, в плагине автор эффекция. Я сделал, значит, сначала заготовку, короче, вот такую заготовку черно-белую. Сделал черно-белую сегвенцию, круг, сколько, 4к, короче, квадратик такой. И потом его задисплейсил в октане. Получилась вот такая штука. Типа, это реально прикольное визуальное решение, которое меня самого порадовало. Ну, блин, когда вот ты что-то ищешь... Без редшифт. Нет, вот это конкретно октан, тут я проебался. Вот у меня, у меня были, короче, некоторые рендеры в октане в самом начале. Вот самые первые мои, самые первые какие-то, так, это уже редшифт, да. Самые первые вариации на тему формы триптиха, они были очень-очень кривые. У меня сначала была идея использовать силуэты нескольких людей. Типа вот отражение целой семьи, допустим. Вот по центру человек стоит, слева там ребенок, справа уже старик какой-нибудь, старец такой. Но концептуально это потом вышло немного за другие рамки. Вот я хотел прикольную тему рассказать, короче, про первый акт. У меня были, значит, разные вариации. По композу, как это можно оформить. В общем, первый акт это в тему про горизонт событий. Горизонт событий, это мы, ну, благодаря фильмам Ноу, примерно знаем, что это какая-то точка на границе черной дыры, точка невозврата для солнечного света. И там уже происходят какие-то абсолютно другие процессы, искажения пространства и времени. В общем, захотелось визуализировать этот эффект. Но я несколько разных источников почитал, там, ну, всю информацию, понятно, из интернета черпал. Может быть, это недостоверно, но это то, что меня впечатлило, короче. И есть такая вероятность, есть такая версия, что когда объект гипотетический какой-то падает в черную дыру, он постепенно-постепенно замедляется до того момента, пока он просто не становится как стоп-кадр, короче. И постепенно, медленно уходит в красные оттенки, потому что это красное свечение, красный спектр. Я понял. Да, и в этот момент я как раз и попытался визуализировать. И, в принципе, как мне кажется, это довольно-таки хорошо получилось. Ну, и бац, он стопанулся, и все, и он типа падает дальше в черную дыру на самом деле. Вот, но мы его, как зрители, вне черной дыры, мы видим его просто как стоп-объект. Да, остановившийся объект. Да. Слушай, а почему леденец? Это не леденец, это планета. Нет, ну, в смысле, я понимаю, что это планета, но ты вообще здесь не видишь леденца? Нет, не вижу. Я вижу здесь планету мраморную с орбитой. Серьезно, я прям был уверен, что... Это орбита? Я думал, это пояс, типа, астероидов. Ну, может быть орбита, может быть пояс астероидов, что-то вот из этого. Блин, это просто настолько похоже на чупа-чупс. Да похоже, похоже. Но я не закладывал... Типа, если бы, ну, это был Юпитер, да, я бы, ну, по-другому после, там нет вот этой дун-дун-дун такой сложной структуры. Ну, здесь стилизация, да. Да, вот здесь... Блин, ты должен был сказать, что это чупа-чупс, потому что это отсылка на поп-культуру, там, туда-сюда. Поп-культуру, да. Блин, вот это ты такую возможность упустил. Ну, похуй, давайте, короче, все дело вырежем. Да, это чупа-чупс. И, кстати, логотип чупа-чусы сделал Сальвадор Дали, да, это тоже отсылка, да. Отсылка в отсылке. Синдром поиска глубинного смысла. Да, с этой черной дырой у меня было пипец, как, я очень долго бодался, короче, но в итоге пришел к тому визуальному решению, что он... Проверь звуками. Визуализировать, короче, черную дыру через вот хроматические аберрации. Ты вот эти все хроматические аберрации и искажения делал уже на почти в АЕшке, или ты... Нет, это полноценное 3D. Сейчас я найду, где тут у нас... Ага. Вот я сделал сферу, полусферу, ее выгнул, и она... Частицы внутри этой сферы, они начали давать вот эти хроматические аберрации. Как ты это сделал? Стеклянная сфера с выдавленной какой-то частью. Ага. Вот, внутри частицы. Ну, типа, настолько сильно ее давил, типа, да? Да, да. Глубокий фистинг. Типа того. Спасибо. Да, совершенно. Изучаем CG с Максимом. Глубокий фистинг. Сферы. В общем, у меня были какие-то вообще очень мрачные такие, злобные какие-то, мохнатые такие, черные дюри получались. А ты типа, ну, все равно тут несколько слоев потом, или они реально... А-а-а-а. Вот, к примеру, у меня статичная какая-то картинка, статичная камера, статичная геометрия. И единственный параметр, который здесь крутился, это параметр дисперсии, параметр вот этой аберрации. Насколько... Ну, я понимаю, а там все равно, типа, ну, у тебя же свет какой-то, да, должен, чтобы... А это прямо преломляется, потому что это стекло, да? Да, это преломление стекла. Просто, типа, ну, там, до предела затянутые. Да, все верно. Таким образом я делал, кстати, вот... В смысле, это просто, это вот эта вся анимация, это чисто анимация дисперсии? Да. А как полоски так получаются? Там такая геометрия, что ли? Нет. А полоски идут вот за счет этой искаженной геометрии. У тебя есть какое-то стекло, которое преломляет вот это пространство. А частицы сами, они сами по себе статичны. Вот эти вот точечки, которые внутри этой сферы продавленной, они просто статичны, они вот там беленькие какие-то. А ты, типа, ну, ты сам делал эту сферу, как бы, выдавливал, то есть там сложная геометрия или это, типа, текстурки какие-то? Нет, это сфера, это сложная геометрия именно. А, ну тогда логично все получилось. Я бы никогда не подумал, что это, я думал, может, это экспортика с какой-то стрейлами или типа того. Да, я тоже придумал, что, типа, вот это вот бы в After Effects сделать. Это можно в After Effects делать, но я решил по-честному сделать. У тебя был мудборд? Да, это мудборд. На что я ориентировался, там недавно был, ну, в прошлом или в позапрошлом, году уже проект Силы Света, Артур Кондрашенков, делал такие прикольные штуки, и они меня вот как-то зацепили и тоже решил попробовать в хроматических аберрациях это все дело визуализировать, но не через After Effects, а через честное преломление стекла. Давай, девочка, настоящая физика. Да, да. Science Beach. Ну, там разные вариации были, но в итоге пришел к тому, что имеем сейчас. И в том-то на посте еще, да? Да, на посте добавил вот это свечение круглое, потом, понятно, астероиды. Ну, и прикольно, что вот эта вся история до сценки в белой комнате, там, короче, 24 фпс типа киношные. Решил тогда попробовать. Так, перешли. Вот, сейчас я застопорю. По сути, вот я сделал вот такую геометрию, выдавленные вот здесь дырки, которые там уходят, уходят мягко так внутрь, и внутри поставил частички всякие, которые потом преломлялись, и, по сути, получилась вот такая штука, которая вот здесь, кстати, очень хорошо видна. А тут ты начал крутить, типа, да? Да, я начал, вот конкретно здесь я начал крутить просто HDR-ку вокруг геометрии, и получилась вот такая штука. В смысле, это вот в этой геометрии ты делал всё это, да? А я думал, а к чему вот этот символ? Я думал, это какая-то отсылка на иньянь, типа, того. Это физически, типа, нет? Это вообще, это символика антиматерии. Типа, вот, ну, есть, конечно, и от иньяня, есть от гармонии какой-то, но изначально вообще это... Это про то, что он рассказывал, типа, что вот время в разные стороны уходит, типа, это антиматерия и мир, ну, типа, ну... Да, да, есть частицы, есть античастицы. Уже язык заплетается. Ну ладно, пофиг. С этими воротами у меня разные вообще вариации были. Пробовал сначала сделать текстуру. Короче, сначала запёк камеру. Притом у камеры есть какое-то медленное такое движение, как будто вот она на долле. И вот такая вот имитация физического движения камеры. Сначала её запёк, потом вот, тоже прикольно, сделал отдельно, типа, отрендрил зеркало. Как оно там тоже преломляется, вот тот проектор, типа, стоит. А здесь ты как делал анимацию? Типа, тоже HDR, ну, типа, крутил? Здесь я, ну, блин, я поставил, значит, камеру с точкой... Ну, поставил камеру, короче, в обратную сторону от зеркала. Ну, вот там, да. Да, вот так вот, и поставил фишай на неё. А у тебя его лиметрик честный, что ли, здесь? В лиметрике честный, да. Ты пошёл? Пока, Трофон. Спасибо тебе большое за то, что был с нами. Так, пока заминка, это мини-батарея. Ну, мы пока на общую камеру работаем. Вот, разные вариации, разные варианты. Мне не нравилось то, что тут два столба просто стоит, вот какие-то непонятные эти деревья. Непонятно было, что это деревья, и в итоге я пришёл к той композиции, к которой пришёл. Вот это, ну, понял, что нужно по-чесноку делать, не маской в After Effects вот это всё делал вырезать, а по-чесноку делать динамику частиц какую-то. Сначала были какие-то жидкие меши, которые вот дрестили там и так далее. Потом добавил, значит, где у нас? А, вот здесь, да, в конце разные вариации у меня были. В итоге то, что получилось, это вот такая история тоже. От стенок отскакивают вот эти все частицы в X-Particles. Слушай, это те же самые частицы, которые заполняли, вот когда у нас там типа то, что мы сейчас рассматривали, и потом появились, типа начали сыпаться, короче, какие-то, что засыпали вот эту сферу, вот вернись туда. Динамика частиц в X-Particles. Да, 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 да. Я понимаю, абсолютно ненужный вопрос, просто было интересно. Ага, понял. Так, мастер-шот вот получился вот такой, какой он есть. Очень долго, в общем, выбирал. А как ты это, подожди, смотри, ты, получается, отрендерил картинку и потом ее проецировал на частички, да, которые, ну, я отдельно их делал, да? Сейчас, я отрендерил картинку, вот, сейчас скажу, бац, вот, вот такую секвенцию сделал со всеми вот этими штуками. Нет, это понятно, это ты, это ты мэппинг, я имею в виду проявление, то есть проявление вот этой комнаты, когда, то есть, частички вырываются и начинают проявлять по стене. Да, да, это, это тоже мэппинг, тоже мэппинг, но от камеры уже идет. То бишь, проекция идет вот от камеры, которая движется в кадре. Вот, и таким образом, как раз я запек, я запек композицию с деревьями, спроецировал вместе с движением камеры, спроецировал движение камеры на стену, и получилось так, что у нас движение всех камер синхронизировано. То есть, выглядит это как мэппинг, но мы видим, что мы движемся параллельно вот этому движению камеры, и там тоже вот идет это движение. То есть, реально, как будто окно туда. Да, да, да. Ебать, как заморочено, просто жесть. Я чуть заморочился. Отвал всего. Ну, блядь, не жалею. Так, это понятно. Мэкинов композа небольшой. Концептуально нужно объяснять, что это листочки? Да. Ну, листочки с дерева, да? Листочки с дерева, да. Просто, когда сломался проектор, вот они выпали. Я на самом деле концентрировал внимание на то, что типа на дымке. Я на... Да, дым тоже не сразу получился. Вроде как, не знаю, по реферинцам смотрел. Объясняй про лепесточки, листочки. Лепесточки, ну, в какой-то момент вот мы как будто открываем окно куда-то. И, как сказать, это аллегория на то, что современное искусство пытается прорваться в общество, не связанное с индустрией. Но у него не получается, и пока что это только вот какие-то микрочастицы бывают. Выпадают оттуда. У нас есть целый мир, короче, а то, что мы видим, это буквально вот это. Да, да. Кайк. Дальше окончание, значит, акта идет. Идет следующий акт, уже связанный с мультивселенными. О, это я вам расскажу, да. Вот. Мультивселенные у нас эшеровская история. Полностью эшеровская история, что вот у нас пространство начинает искажаться. Я прям даже сейчас найду вам. Это невозможные всякие эти, да? Да. Так. Вот, значит. Пожалуйста, Маури Цешер. И я вот чисто вот его как референс использовал, потому что, блин, мне это было покайфило. Ну, значит, концепция мультивселенных. Есть, значит, такой библейский сюжет, как строительство в Барбилонской башне. Мы все об этом знаем. И Питер Брейгель рисовал, и его сын рисовал, и Ироним Босс, по-моему, рисовал, и десятки разных художников того времени, там, Нидерландов и вообще вот Северной Европы раннего возрождения, вот они вот это все дело рисовали. И я вот собрал это все дело воедино и думаю, блин, ну, прям, ну, вот оно, оно, вот то, что, блин, вот то, что мне нужно. Сейчас, знаешь, это как, сейчас есть претензия сейчас к всем фильмам, там, типа, к Мару, с кем-то, типа, что, о, вы там, типа, переложили. Восхваляют обычно, типа, это же история Библии, типа, там, переложенная, там, ну, и потом у кого-то комика было, типа, йоу, чуваки, есть и другие книги. Ну, типа, правда, вы как будто только одну прочитали. Да, значит, как референсы, я честно пошел в Третьяковку и нафоткал. Я же пошел в Третьяковскую галерею, нафоткал потолок. А мне нравится, это, короче, подход, как, типа, ты пойти, звучки, короче, подзаписывай там, где-нибудь. Да, фоули-артисты так делают, ну. То есть не в интернете пошел картиночки смотреть, а сам пошел ногами. Да, честно, пошел, получил огромное удовольствие вообще от созерцания вообще картин того времени. Плюс еще нафоткал референсов, как они, как картины вообще отражают, отражают свет под каком-то определенным углом. Там узнал, что отражение, допустим, масляной краски, нарисованной на дереве, отличается от отражения масляной краски, которая нарисована на холсте. Там абсолютно другая структура треска этой масляной краски, когда холст, например, под течением времени начинает немного растягиваться. Ну, это, в принципе, логично. А я еще подумал, что типа вот сейчас, ну, типа про картины, да, ты пошел в Третьяковку, и я вот тут начал смотреть и думать, ну, как это все работает в музее, насколько, типа, музей на самом деле тоже замороченный, как это все расположить внутри. Это как пить кофе нужно из правильной кружки, потому что как будто бы вкус кофе как будто бы отличается от того, из какой кружки ты его привезешь. Да, ну и как бокал для вина тоже. Ну да. Хотя, может, там работает реальная физика, химия. И самоубеждение. Блин, ну это, конечно, еще отвал. Да, всякие. Картины. Вот, это я дальше расскажу. Там тоже прикольные вещи. В общем, текстура, текстура картины, текстура масляной краски, которая вот на холсте. Тоже вот разные рендишки были, дальше разные тесты. Я сделал специальную HDR-ку для того, чтобы, ну, упростить геометрию сцены в разных местах, где не нужно было вот прям честно, честно использовать геометрию. Ну, там разные тестики тоже делал, ну, в общем, поиграл в Dostal с композициями всякими. О, это прикольно выглядело, тринадцатая. Вот эта? Да, ну, такая, типа, здесь есть... Да, чистенькая. Наоборот, знаешь, как будто, типа, не то, что после потопа, ну, как сказать, после какого-то бедствия, знаешь, наоборот, типа, тут как будто бы все убежали, знаешь, типа, тут еще бы оставить какие-то... Как будто, знаешь, как будто были картины здесь все. Забавно, что эти... А-а-а, я понял, понял. Ну, прикольно. Можно вот так. Забавно, что заграждение вот эти жезлы с Гоградка возле стены стоят. Ну, они, в принципе, и должны стоять возле стены, для того, чтобы близко не подходили к самим картинам. То есть, какое-то расстояние все-таки должно быть между картинами. Ну, здесь она прям под этой картиной, мне кажется, нет? Ну, то есть, такая себе защита. Знаешь, на референсах, в принципе, ну, немного поводок, конечно, стоит. Ладно. Блин, прости, пожалуйста. Ай, безочет! Вот говно! Переделывай заново. Вот дальше сейчас будет прям вообще веселье. Я, короче, сделал рик преломления вот этого пространства. Сделал разные параметры, отвечающие вот за потолок, за искажения. Ну, по сути, это обыкновенные синьковские деформеры, которые ты просто вот завязал на параметры. Это удобно. Да, это просто вот ты вывел через юзердату вот эту всю историю и крутишь, там, анимируешь, как тебе вообще душа. Кайк. Да, это очень прикольное решение техническое, которое упростило мне жизнь просто в разы. Как и вот это. Короче, небольшой такой рик в экспресса. Вот эта вся история. Это рик рам для картин, потому что картин довольно-таки много. Вот сделал отдельные параметры детализации, параметры рандомизации. Ну, тоже давай. Но это тоже очень сильно упростило мне жизнь в дальнейшем. О, какие еще интересные вещи я могу вам рассказать. Так, понятно. Здесь все ясно. А вот у тебя был референс с Сешером в основном. Это прям у него работа была такая? Или нет? Покажи. Ну, там дальше. Вот, стоп. А это твоя работа. Это моя работа. Это моя работа. Я просто концентрировался на том, чтобы какое-то визуальное сходство с этим было. Вот, по сути, тоже чувак в галерее стоит. Тут какая-то мракобесия какой-то начинает происходить тут. Галерейная картина смотрит, и тут какая-то дичь вообще. Кешера можно смотреть просто бесконечное количество времени. Так, это вам показал, рассказал. Ага, это вот как раз скриншот Рига комнаты, который, по сути, тоже не особо, ну, не особо сложный. Бывают гораздо более сложные Риги. Вот, так. Здесь тоже с волнами все понятно. И вот дальше у нас идет рассказ о том, как получился вход в саму картину. То, что вам было интересно, и то, что, то визуальное решение, к которому я пришел. У меня стояло несколько разных задач, которые нужно было решить. Это синхронизировать движение камеры в галерее с движением камеры уже внутри картины, чтобы переход был бесшовным. Плюс, тут идет смена линз. Там вот здесь, не знаю, там, ну, допустим, 50 миллиметров линзы. А здесь уже фишай. Плюс, здесь определенный FPS есть, а здесь FPS уже там, ну, 15 или 20. То бишь, тут несколько вот таких пластов, несколько задач, которые нужно было решить вот одним единственным решением. В итоге у меня это, ну, были самые ранние тесты. Я пробовал это сделать через компос в авторе, и потом, типа, добавить, добавить текстуру дерева, как-то вот через нее пролететь. И, ну, в итоге пришел к более интересным решениям, но гораздо более сложным и неподъемным с точки зрения, ну, нормального продакшена. То есть я вот этот, только вот этот влет в картину делал месяца три, наверное, суммарно. Вот разные варианты использовал, разные тесты делал, разные пробы, и в итоге он пришел к тому, к чему пришел сейчас. Ну, то есть самая простая задача была со скоростью, наверное, да? Я правильно понимаю? Ну, синхронизировать движение камер было вообще дело очень простым. А вот сделать так, чтобы краска задвигалась, это мне пришлось обратиться к таким штукам, как нейросетки. Да. Я, используя вот эту картину... Дыши. Да. Используя вот этот начальный кадр, я нагенерировал разных карт, которые имитируют мазки кисти. И после этого эти карты я использовал через еще одну нейросетку, которые притречивают эти карты к движению. И это я сейчас, блядь, покажу. Вот этот, вот этот момент, он очень кривой, но он показывает, как это происходит. Типа, вот есть какая-то геометрия, и поверх этой геометрии просто текстура окладывается плоскостью. Угу. Вот и притречивается. Вот и таким образом... Я просто сделаю вид, что я понял. Не, ну, я понимаю, но тоже такой, типа, процентов 80. Ну, я как... А, ну и, собственно говоря, вот такое простое движение камеры имитировало то, что мы проходим сквозь... Холст? Да, сквозь холст. Кайф. Вот, и потом я это все делаю, исказил уже на композе. Получилась вот такая история. Так, ну, это... Все понятно. Поинтинг РНД я вам рассказал. Были очень разные варианты. Ты хотел все равно наложить это зеркало с искажениями, да, еще? Да, да, зеркало с искажениями делал. И вот сейчас мы приходим тоже довольно к интересной теме. Вот такие искажения, они уже внутри картины. Вот, собственно говоря, я тестировал, как нейросетка работает тоже на текстуру холста, накладывается на движение камеры и притречиваются эти кусочки холста уже к... Ну, подожди, оно же не притречивается, оно же просто каждый кадр обрабатывает по ключевому этому изображению. То есть она использует его как референс и красит последующий кадр в такой же... Да, основываясь на предыдущем кадре, он просто делает какую-то определенную последовательность, секвенцию, которую я уже запихнул в дисплейс, в текстуре. Вот, и получилось вот такое движение, движение краски. То есть это слово трекинг, оно сбивает немного. А вот технически, типа, ты... Это какая-то нейросетка, которая целый видос могла, или ты там покадрово это как-то делал? Это нейросетка, в которую ты загружаешь вот этот видос, загружаешь черно-белую карту. Да, да, да. И она каждый кадр, да. И она каждый кадр вот так вот обрабатывает секвенсер. Вот, и вот этот, блядь, мир, это тоже довольно-таки прикольная тема. Во-первых, я хотел сделать изнанку мира. Во-вторых, это основной референс. Не знаю, он здесь есть или нет. Короче, это Рене Магритт. У Рене Магрита есть очень много красивых, интересных картин, которые прям интересно заценить. Блин, я уже сам оставил. Ну ладно, ты можешь потом представить ссылку, и мы вставим. Я могу на самом деле сейчас тебе дать жесткий диск, чтобы ты все это делал, скачал, и потом все вставил как тебе нужно. Не-не, я прям, это я буду просто видосом вставлять из экрана. Если присмотреться, то я, короче, использовал карту мира, глобуса, натянул на HDR, и типа здесь тоже эти все континенты. Типа изнанка мира, видишь? Охренеть. Да. Бля, ну это так не читается прям. Ну типа я видел, что там что-то происходит, но я бы вообще сродно не догадался, что это континенты. Так в этом и суть. Ты как бы закладаешь много уровней, и нельзя, чтобы все это будет считано. Да-да-да. Ну вот у меня есть такая типа мысль по поводу, ну искусства как такового, да, типа что вот эти вот уровни отсылок, которые ты типа не видишь, как будто бы твой мозг это, ну считывает сам по себе. Потому что, ну то есть ты это можешь со знанием своим не обрабатывать, но в целом ты, потому что знаешь, ты именно смотришь и такой, что-то в этом есть типа, а потом на самом деле там такой пласт. И тут как бы ты такой смотришь, ты видишь только одно, но из-за того, что он настолько проработан, типа настолько в нем много деталей, видят уровни отсылок, ты просто думаешь, это что-то охуенное. Ну ты можешь типа головой не догонять, о чем речь. Ну возможно, да, кстати, есть. Что-то в этом есть в твоих словах. Просто проработанность, типа вот, проработанность работает. Ну да, чем глубже вот ты уходишь в какую-то определенную там тему или вот в какой-то проект, тем труднее из него выбраться на самом деле. Это было очень сложно закончить. Как в этом начало опять же. Да. Вот этот, наверное, третий арт был для меня самым-самым сложным с точки зрения реализации, потому что мне не нравилась галерея. Вот эта концепция размера комнаты, которую я ранее говорил, она здесь тоже подразумевается, что вот сама, самая первая комнатка, символизирующая какое-то современное искусство, типа подсобочка, затем идет более старое искусство, и здесь уже какое-то вот прям там раннее возрождение, там Рембрандт, вот первые попытки визуализировать, искусственное освещение, то, что вот как раз у Рембрандта было, это прям, ну, лично для меня, это что-то, с чего нужно брать пример. Вот в освещении это проходит, блин, в художественных вузах. Вот, и работа с этими галереями, это у меня очень много времени отняло. Разные варианты были, разные формы вот этой арки, делал текстуру отдельные, добавлял вот такие штуки. Кайф. Да, у меня еще была концепция сделать такой туннельный, туннельный, ну, туннельную историю, что вот эта, вот эта арка, она туда вглубь уходит, где-то у меня здесь был. А как-то эти текстурки делали дисплейсменты? Вот, куда внутрь уходит. Ну, этот я просто тестировал. Мне вот этот композ, на самом деле, гораздо больше нравится, чем то, что получилось. А что выбрал тот? Меня не устроила форма арки. Я пытался сделать... Похожий на член? Да, потому что люди с определенным мировоззрением... Я даже, только сейчас увидел. Да, в общем, я подумал, что нужно отказаться, и выбрать другую историю. Тоже делал HDR-ку, но в конечном итоге не использовал. Вот, кей-визуалы, тесты всякие были. Вот. В качестве референсов тоже всякие карты, средневековые карты, там, геоцентрической системы мира. Три психи тоже висят в Третьяковской галерее. Можно сходить, посмотреть и насладиться. И вот, Рембрандт и другие... В основном, Рембрандт. Работа со светом. По освещению, работа со светом. Вот, «Ночной дозор» Рембрандта, это одно из таких произведений, в котором... Ну, вот здесь, например, в «Ночном дозоре» используется примерно 5 искусственных источников освещения. А искусственное освещение, оно в силу своей дороговизны, свечки, они делались из свиного жира, они стоили, блядь, дорого. И художники того времени, они просто не могли себе это позволить. Но в конечном итоге, в какой-то момент, искусственное освещение, как камин, как свечки, они начали становиться более доступными. И вот Рембрандт один из таких первых художников, который это вот прочувствовал, начал это использовать. И это писать. Вот, мы движемся к концу, вот, как финальную точку во всем, ну, во всем вот это... Это рефиканс или это рендер? Это рендер. Ваа. Да. Это же... Чего? Это масляная краска, которая вот на самом триптихе. Вот тут как раз я заморочился с текстурой вот этих трещин, заморочился с текстурой самой масляной краски. Вот хотелось вот прям гиперреализма добиться. Как это, блядь? Я тебе скину потом. Я, блин, на самом деле нужно было сделать скрин того, как это выглядит. Нодовые структуры, вот. Форма триптиха, это тоже отдельная эпопея, как вот я его текстурью добавлял, какие-то разные элементы. В общем, тоже много времени заняло. Ну, ты вот смотришь, конечно, ты вот эти все детали вообще не считываешь, но сейчас ты разобрал все, я такой, е-бай. Я считаю, что этот выпуск CG-магазина будет просто отвал Панамки. Это за грани. Это такой крутой формат, типа нужно просто реально брать, работать. Потому что ты вот смотришь и очень же круто узнать, как, типа, чувак, который делает это все, какой путь он прошел. Да, это я сначала изначально в октане делал и пробовал делать варианты рамы более такими легкими. На самом деле чувствуется здесь. Но я подумал, что, блин, через несколько месяцев у меня, я понял, что вот финальная точка вот этого всего произведения, она должна быть прям вот очень массивной. Громоздкая, старая такая, нидерландская, какое-то черное дерево, массивная рама, так, чтобы прям вообще вот у него изнутри, вот когда я смотрел, понимал, что, блядь, ну это прям массивно, массивно. Ты как бы пришел вот в конечном итоге к трептиху, который вот так вот открывается створками. Как он называет на вагуле? Антресоль. Да. А вот это, кстати, текстура вот этих трещинок, которые я использовал. По сути... Пенопласт разрезанный. Да. Я бы назвал это видео «Один долбанный гений и два дегенератора». Это типа бамп или как-то плохое? Это плейт в синемя. Я разломал через... Господи, фракчур. Добавил нойза на края и раскопил... Ну, просто там 20 тысяч поставил. Вот это... Сколько тут? И немного... Немного рандомизировал, чтобы появился вот такой градиент на них. Вот и таким образом как раз вот добился такого решения. Вот здесь это очень хорошо. Типа вот это реально выглядит как... Краска, которая потрескалась. Потрескавшаяся краска. Но я подумал, что холст нафиг, нужно на дереве. Сейчас, секунду. Вот знаешь, что типа по поводу цены работы, там типа вот что описывает твою стоимость. Ты знаешь, типа ты покупаешь мой... Там как мы разговаривали сейчас, типа ты покупаешь мой опыт, мою насмотренность, и херня. Вот это показываешь такой. Уяснил, сука. Трещинки, блядь. Сделал сам. Как тебе такое, блядь? Появление трептикового пространства искажается у нас. Все, мы движемся к большому взрыву. Двигаемся, подвигаемся. Еще, еще. И тут у нас появляется вот наше отражение собственное. Клево от человека. Да. И вот разные вариации того, как это выглядит на рендере в октане. Все эти преломления. Это в авторе, да, ты делал? Вот это я выгнал из автора. А что ты делаешь? Это просто... Черно-белая маска. Черно-белая маска, которую закидываешь. Ну, типа форма, да? Да, форма центрального триптиха. И постепенно добавляешь еще силуэт человека, для того, чтобы интерференция волн начала с этим силуэтом работать. В итоге получается такая история. Блин, это так красиво. Мне самому понравилось. Вот тоже. Боковые створки тоже понравилось. Тебе было такого, что когда ты это делал, ты такой сидишь, что ты такой, ебать я охуенный. И такой. Ну, пару раз было, что-то признаюсь. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел себе и подумал, ну, какой же я молодец. Какие же планы я придумываю. Ну, какой я молодец. Вот, тут как раз вот на этом дисплейсе, на хроматических аберрациях, интерференция волн лучше всего вообще, ну, бедна. Что вот волна ударяется, а силуэт этого визуального решения я добивался тоже довольно-таки долго. Там, может, месяц сидел над этим всем. Мне весь видос хочется поцелать твою голову. Ну, в принципе, все. Давай остановимся на заставочке, посмотрим еще раз. Вот последний. 18. Выше? Ага. Хочешь. И да, типа, финиш. Финито ля коммерио. Ну, как тебе, Игоря? А вот эти преступки, где идет это мерцание бело-розовое и где пятно вот это сужается, вот это ты как делал? Очень просто. Это Luma Mask в After Effects. Нет, там... Три RGB канала. Текстурки меняются, и то, что они вот так вот каждый кадр, типа, новый. Покажите, о чем речь. Я сделал секвенцию из нарезок масляной краски, тоже на дереве, просто черная краска, и ее подвигал в After Effects. Ну, типа, вигл на нее накинули, и все, она вот так вот двигается. Сейчас я тебе покажу. Что имеется в виду? Триптих Ревиллс, Тиматерия, Шот Блэк. Вот это, да? Да. Вот это, по сути, просто тоже холст, холст и краска на нем. А вот это, это на сером каком-то канале, RGB, три слоя, красный, синий, зеленый, которые тоже по виглу Опасити у них прыгает. А концептуальное, ну, помимо, с точки над делились, а вот эти мерцания? Концептуальное мерцание, это визуальное решение, которое просто повторяет начальное погружение в тематику, вообще вот, тоже сначала на белом фоне, потом, потом начинает тоже мерцать. Типа мы просто вот начинаем, ну, это как начальная, как стартовая точка. Рефрен. Да, рефрен, а вот это как энтреприза, не помню, как называется. Вот, в принципе, все, разобрали проект. Как тебе, Игорь? Спасибо. Это охуенно, Серега. Я когда смотрел, такой, это охуенно. Ты мне сейчас показал, это в три раза охуенно, чем, даже кого в три, в десять раз охуенно, чем все мое восприятие, когда я это все сам смотрел. Короче, ребят, сегодня с нами в гостях в нашем чудесном домике был Серега Маслов, который написал картину маслом. Ну, это просто был реально отвал Панамки, я считаю, это было просто офигенно. В общем, вы просто обязаны поставить лойс, подписаться на наш канал и на Серегины все паблики, инстаграм и так далее. Пишите в комментариях, как вам такой формат, типа, что вы думаете насчет вот этого всего. Спасибо всем, кто смотрел. Да? Спасибо вам. Надеюсь, вам было интересно и полезно что-нибудь. Я думаю, это просто лучшее, что я видел. Ну, типа, это охуенно. Ладно. Да, может быть, люди, которые будут смотреть, им будет не так классно. В общем, вот, с вами был CG Magazine. Спасибо большое, ребята. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok